Блицкриг 2 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 За основу берется место действия Например, больница, парк развлечений, зоопарк или что-нибудь другое Вам дают товары и услуги, которые вы должны продавать А также запускается куча мелких людишек, которые все это должны потреблять Именно в этом и состоит успех таких игр Чем лучше разработчики смогут передать атмосферу веселого хаоса толпы Чем больше и разнообразнее они будут тратить свои денежки Тем интереснее будет игра Что из себя представляет Cinema Empire, мы сейчас и поговорим Игра поступила в продажу 25 января 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор 1,5 ГГц 512 МБ оперативной памяти 64 МБ видео И 180 МБ на жестком диске В плане игрового процесса здесь все очень просто В начале игры в вашем распоряжении будет небольшой кинотеатр с минимальным количеством мест В течение нескольких этапов вас будут очень правильно обучать более сложным условием В итоге вам придется управлять несколькими кинотеатрами одновременно И если вы будете хорошо учиться То с любым заданием будете справляться раза в три быстрее, чем требуется За геймплей мы ставим 4 балла с минусом Дело в том, что с точки зрения экономической стратегии все в порядке А вот разнообразия не хватает Последние несколько этапов проходятся на максимальной скорости И с минимальным вмешательством в игровой процесс За внешние данные также сложно поставить высокий балл В игре практически ничего не происходит Соответственно, не нужна и анимация Карта маленькая Даже и сказать больше нечего Потому что ничего нет Тройка за графику В редких случаях бывает такое Что при плохом геймплее и не менее плохой графике Резко выделяется звук Но такое действительно может быть Надо только постараться К сожалению, разработчики из компании Donkey Games не постарались И звук ничем особенным не выделяется Актеры ничего не озвучивают Шуметь и создавать спецэффекты практически нечему Но и придираться тоже не к чему Ставим 4 балла за звук В общем, про эту игру можно сказать, что сделана она неплохо и точно не ужасно Своего геймера она найдет Все-таки идея оригинальная и никем не использована Но этих фанатов будет немного Наша общая оценка игры — 3 балла Эта игра понравится только тем, кто любит экономические стратегии По сути, здесь есть те же человечки, как и во многих других играх Типа Roller, Coster Ticun и уже упоминавшийся Temp Hospital Они также приходят к вам и спускают свои денежки на развлечения Ваша задача — все сбалансировать и наслаждаться Для тех, кто проникся этой игрой Наши ответы на ваши вопросы и советы по игре Первый вопрос Помогите, плиз Я недавно начал играть в Cinema Empire И еще не очень разобрался, как зарабатывать больше денег за меньшее время Отвечаем Начнем с малого В первую очередь, разберитесь с продуктами Установите такие цены, чтобы все они продавались примерно с одинаковой скоростью Тогда вы сэкономите свое время и сможете подзаработать Далее обратите внимание на размещение рекламы перед просмотром фильма Выбирайте ту рекламу, которая наиболее выгодна по количеству зрителей Которые должны посмотреть ее и по сумме, которую вам дадут за это И выбирайте ту рекламу, с которой точно справитесь Также можно регулировать цены на сеансы в разное время суток Обратите внимание на эксклюзивные предложения по прокату фильмов С них вы получите наибольшую прибыль От 10 до 15 условных единиц за билет Следующий вопрос Скажите, как мне построить второй кинотеатр? Никак не получается это сделать Отвечаем Для того, чтобы построить еще один кинотеатр, необходимо нанять еще сотрудников По-другому никак Великие битвы продолжаются Украинская студия Endgame Studios выпустила очередной аддон Blitzkrieg'а Разработанного гигантом Nival Interactive Стратегия в реальном времени Великие битвы Курская Дуга Рассказывает нам историю самого крупного танкового сражения Второй мировой войны Издатели заверяют, что нам будут доступны оружие и техника с реальными параметрами А расположение объектов и ключевых укреплений соответствуют историческим свидетельствам Так ли это на самом деле? Великие битвы продолжаются Украинская студия Endgame Studios выпустила очередной аддон Blitzkrieg'а Разработанного гигантом Nival Interactive Стратегия в реальном времени Великие битвы Курская Дуга Рассказывает нам историю самого крупного танкового сражения Второй мировой войны Издатели заверяют, что нам будут доступны оружие и техника с реальными параметрами А расположение объектов и ключевых укреплений соответствуют историческим свидетельствам На Западе Великие битвы Курская Дуга известны как Frontline, Field of Thunder Продажи игры у нас начались в январе этого года При создании Курской Дуги движок Второго Blitzkrieg'а был немного доработан В результате полностью разрушаемое оружие, улучшенное освещение и обновленные шейдерные эффекты Системные требования к стратегии Великие битвы Курская Дуга следующие Процессор с частотой 2,4 ГГц 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти На жестком диске игра займет 1,6 ГБ Геймплей Курской Дуги отличается от второго Blitzkrieg'а прежде всего доработанной системой вызова подкреплений Кроме этого, дисбаланс, делающий некоторые миссии оригинала непроходимыми, наконец вылечен и отныне нас ждет только честная борьба 4 балла за геймплей Разработчики выжили из старенького движка Enigma Engine все, что было возможно Единственный заметный плюс — более реалистичная водная поверхность Все остальное заслуживает самой жесткой критики Такие игры лежали на полных магазинах два года назад Сейчас же, во времена Company of Heroes и в тылу Врага 2, такая графика просто непростительна Тройка за внешний вид Музыка в игре рождает не самые веселые ассоциации Хотя радоваться особо нечему, когда на экране взрываются десятки танков и гибнут сотни людей Звуковые эффекты безупречны Артиллерия игра хочет так, что закладывает уши орех танков, заглушает крики бойцов Одним словом, пятерка за звук Великие битвы в Курской Дугах, хоть и не самый лучший представитель жанра стратегий о Второй мировой Но все же может увлечь вас на пару вечеров Тем более, что миссии и задания не самые простые Противник почти всегда имеет численное преимущество И справиться с ним можно только выверенными тактическими приемами Четыре балла получает игра в Великие битвы Курская Дуга Похвастать документальной точностью перед собратьями по жанру Курская Дуга явно не сможет Кроме того, устаревший движок Enigma Engine дает себя знать Графика отстает от современных показателей на год-полтора Но пройдя игру до конца, вы точно не пожалеете Хотя сделать это будет совсем непросто На некоторые особо сложные вопросы мы ответим прямо сейчас Вопрос Никак не могу пройти миссию за Советский Союз по освобождению деревни и взятию высоты Что мне делать? Отпечаем В нашем распоряжении тяжелые танки, гаубицы и самоходки А также элитная пехота, три отряда Быстренько прячем их и ползем к первому отряду противника Есть хорошие шансы перестрелять его, никого не потеряв Переправляемся по мосту на другой берег и уничтожаем спецназовцев противника А затем и колонну из грузовичков Дальше самое сложное Постарайтесь обойти танки противника сзади Компьютер не будет реагировать на залпы одного-двух танков с тыла И таким образом вы без труда прорветесь к деревне и займете нужную высоту Вопрос Подскажите, как уничтожить вражескую колонну грузовиков? Отвечаем В первую очередь захватываем зенитки Они самые мощные и дальнобойные Скоро пройдет колонна из двух групп по три танка и трех грузовиков между ними Если вы успеете захватить хотя бы три орудия, вы справитесь Смотрите после короткой рекламы Lufo Afterlight За вами руководство тактическими операциями Глобальное планирование, распределение ресурсов, разработка новых технологий и командование элитными подразделениями Blitzkrieg 2 Возмездие И снова мы на войне, второй мировой Снова бросаем в бой танки, гаубицы, роем окопы и расставляем орудия в засадах Это продолжение второго Blitzkrieg Смотрите во второй части программы Blitzkrieg 2 Возмездие И снова мы на войне, второй мировой Снова бросаем в бой танки, гаубицы, роем окопы и расставляем орудия в засадах Это продолжение второго Blitzkrieg Lufo Afterlight За вами руководство тактическими операциями Глобальное планирование, распределение ресурсов, разработка новых технологий и командование элитными подразделениями Похоже, сейчас стало очень модно выпускать различные аддоны и дополнения И, видимо, играть в них тоже Сейчас мы рассмотрим так называемый аддон уже ко второй части Blitzkrieg Возмездие Что это такое и с чем его едят? Мы сейчас и узнаем И снова мы на войне, второй мировой Снова бросаем в бой танки, гаубицы, роем окопы и расставляем орудия в засадах Это продолжение второго Blitzkrieg О том, что дополнение будет, было известно чуть ли не с выхода основной игры Уж очень оглушительным был ее успех Мы его ждали, и оно все-таки вышло Правда, немного разочаровало Ибо мы долго внимали манящим слухам о появлении новой техники, новых тактик Но, видимо, впихнуть их в сформировавшуюся игру, не повредив ее тонкого механизма, оказалось сложно Поэтому пехоту в качестве нововведения лишили возможности смотреть в бинокль А учитывая то, что миссии с самого начала весьма непростые Часто лучшей схемой боевых действий становится техника Safe Load Введено три вида техники Но если русский танк можно увидеть только на стороне противника Нам в руки такой ценности не дают То немецкие самоходки отлично проявляют себя в боевых действиях Получила своего рода замена сверхбронированных самоходок на сверхсильно бьющие Из нововведений в игровой баланс можно также отметить увеличение дальности огня У самоходных гаубиц и реактивных минометов Раньше дальность их стрельбы была просто смешной То же самое можно сказать и о тяжелых танках и самоходках Их дальность боя также возросла Игра поступила в продажу 1 сентября 2006 года Рекомендуемые системные требования Процессор 2,5 ГГц 512 МБ оперативной памяти 128 МБ видео И 2 ГБ на жестком диске Вообще говоря, второй Блицкрик оказался на редке суровой игрой Испытанием для истинных полководцев После которого та же коденейм Panzer Space 2 покажется вам детской аркадой Здесь у вас не получится парой танков укатать крепкую оборону противника А раненые солдаты, как и в жизни Не вернутся в строй после того Как над ними пашаманит добрый человек с белой повязкой на плече Вся соль игры в грамотном использовании своих войск Наша оценка геймплея 5 баллов Грайвка второго Блицкрик, конечно, звезд неба не хватает Все достаточно скромно Взрывы не такие уж и яркие Подытый танк охватывает совершенно неубедительное пламя А анимации вообще ни в какие ворота не лезет Вспышки выстрелов, увы, тоже не впечатляют А детализация юнитов минимальна Видимо, именно поэтому даже приблизить камеру Вплотную к полю боя не позволяется Но все равно за Грайвку ставим 5 баллов Перед вами самый что ни на есть серьезный симулятор боевых действий В котором для того, чтобы выиграть, необходимо постоянно думать Куда направить танки Каким путем пойдет пехота Где организовать оборону А где высадить десант Если вы хотите побеждать То будьте готовы к тому Что в каждой миссии вам придется дать правильный ответ на все эти вопросы Иначе поражение обеспечено Наша общая оценка игры 5 баллов Но есть одно но Получилось обычное продолжение на успехе первой части Ничем особенным Эта игра не выделяется из остальных стратегий В реальном времени про вторую мировую Это и является проблемой Блицкриг 2 Возмездие Во всех этих играх присутствует большое количество техники Внушительные битвы И вырваться вперед бывает непросто Но все же, если эта игра вас заинтересовала И появились вопросы Тогда обязательно посмотрите наши ответы на ваши вопросы И советы по игре Первый вопрос Помогите пройти миссию Неотвратимые возмездия за немцев Никак не получается Из-за нехватки техники И отсутствия подкрепления Отвечаем Действительно, миссия не самая логичная Вкратце, нужно захватить контрольную точку Взорвав два ИСа Потом можно вызвать реактивную артиллерию На котором пилы не реагируют и не слетаются А колонну можно и не трогать Пока не зачистите реактивной артиллерии весь город От противотанковых пушек и зенитов Следующий вопрос Ну никак не могу пройти миссию Обороны деревни возле озера Блатон за немцев За русских получилось А вот за немцев нет Помогите Отвечаем Есть много разных вариантов Например, ты можешь взять 4 пантеры И поставить на те места, где появляются враги Там же можешь окопать пушки Вначале враги будут умирать А если им все-таки удается убить пантеру Надо просто потянуть новую Таким образом получается хорошая оборона UFO Afterlight Уже третья по счету стратегия от Altar Interactive До этого разработчики отметились играми UFO Aftermatch и UFO Aftershock По сути, вся эта серия продолжение Некогда культового сериала XCOM Нас ожидает история о том, как пришельцы Окончательно выселили землян с родной планеты И заставили ютиться на безжизненном Марсе Забот у вас предвидится очень-очень много Управлять космической станцией И бороться с пришельцами не самое простое занятие В продаже появилась локализованная версия UFO Afterlight от 1С Называется игра в русском варианте UFO Прозрение Теперь от нас зависит выживание человеческой расы Теперь мы сражаемся за новый дом человечества Марс Вам предстоит принять командование Тактической группой UFO Прозрение Марс бесплодная пустынная планета Но ваша оперативная база Обеспечена всем необходимым Воздухом, водой и питанием За вами руководство тактическими операциями Глобальное планирование, распределение ресурсов Разработка новых технологий и командование элитными подразделениями Население базы можно разделить на три основные группы Рабочая сила, ученые и солдаты Основными противниками станут роботы Мутанты и люди, восставшие против колонизаторов Ваша задача предельно лаконична Захватить весь Марс и с помощью терраформинга Превратить безжизненную пустыню в райский уголок В начале игры вы захватываете нейтральные земли И особых проблем не возникает Но когда на всей планете больше не останется ни одного свободного участка Придется попотеть, чтобы не растерять преимущество Как и раньше, вы полностью контролируете время Можно в любой момент его остановить, отдать приказы и запустить снова Но есть и автоматические режимы Когда игра останавливается, как только один из героев засечет противника Или выполнит заданное действие Для нормальной игры в пришельцев вам потребуется процессор с частотой 3 ГГц Гигабайт оперативный и 256 МБ видеопамяти На жестком диске UFO Afterlight займет 5 ГБ Геймплей прежде всего удивляет своим разнообразием Вам предстоит ознакомиться с пошаговой тактикой Определиться с глобальной стратегией в масштабах планеты Овладеть навыками менеджмента космической базы И на закуску насладиться ролевыми элементами игры Что касается сюжетной линии То она вас коснется буквально несколько раз за всю игру Полная свобода действия и непредсказуемые отношения с противниками Делают свое дело Пятерка с геймплей Внешне Afterlight выглядит очень достойно и при этом не слишком требовательно к железу Поклонников красивых игрушек с большим количеством роликов Afterlight разочарует Все межуровневые вставки очень тягучи и представляют из себя красивые, но очень затянутые панорамы Твердая четверка за внешний вид Звук совершенно не мешает Музыку не замечаешь вообще, а эту уже плюс Персонажи озвучены великолепно Особенно забавно кричит старушка, которая непонятно каким образом затесала свой элитный отряд покорителей Марса 5 баллов за звук Ярые фанаты XCOM плюются при упоминании любой игры серии Юфа Afterlight не стала исключением Но что касается всех остальных, более молодых геймеров, то скорее всего игра придется им по вкусу Пятерку получает сегодня Юфа Afterlight Игра получилась неплохая, конечно пока сыровата, но пара ближайших патчей все вылечит Оно и неудивительно В таких масштабных и многослойных проектах как Юфа Afterlight всегда найдется место какому-нибудь багу или недоработке интерфейса Так что в целом мы получили прекрасное продолжение любимого сериала А чтобы не возникло проблем при знакомстве, мы дадим вам некоторые подсказки Вопрос Я повредил скафандр, можно ли его как-нибудь восстановить? Отвечаем Да, ремонтировать скафандр можно с помощью Toolkit, используя функцию Suit Repair Set Вопрос Я никак не могу понять, как строить что-нибудь у себя на базе Отвечаем Нужно двух-трех инженеров перевести в Civil Engineering Yard Тогда они начнут возводить различные строения Вопрос А почему мои солдаты не умеют бегать? Можно ли к этому научить или бег не предусмотрен? Отвечаем Тренируйте своих бойцов Бег становится доступен после режима Athletics Вопрос А как вывести из-под контроля инопланетян своего солдата? Отвечаем Попробуй перехватить контроль ретикулянами, если такие есть в группе Вопрос А почему у меня не получается взять технаря на миссию? В комнату к солдатам я его перевел, но в отряд он не добавляется Хотя в самом начале игры спокойно добавил в отряд женщину-лаборанта Отвечаем Не нужно перемещать персонал из комнаты в комнату Для этого существует закладка «Скуат», где перетаскиваем образ солдата в свободную ячейку отряда В комбате могут участвовать только солдат-ученый или солдат-техник На сегодня это все Меня зовут Борик Ротор и это был Фак Заходите в форум на сайте moos.tv.ru Я и там общаюсь с вами Присылайте свои вопросы на адрес faqsobaka.moos.tv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма Пока Субтитры сделал DimaTorzok